В эфире Россия 24, Ульяновские вести. В студии Гульнара Шарипова. Здравствуйте. И вначале коротко о главном к этому часу. Три протокола за полчаса работы. В торговых центрах Заволжского района прошел антиковидный рейд. Игра русский ниндзя на улице Октябрьской. Почему дорога к юнатке пользуется недоброй славой местных жителей. Запах типографской краски и шелест страниц. Особая магия. Акулы-пера, мастера Слова отмечают сегодня профессиональный праздник. В Заволжском районе прошел очередной антиковидный рейд. Его участники проверили, как исполняют масочный режим в торговых центрах нового города. В составе летучего отряда городские и областные чиновники. В помощь им отрядели сотрудников полиции вместе с дружинниками. Антиковидный патруль провел разъяснительные беседы с гражданами. На нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Своё нерадивое поведение покупатели объясняли по-разному. У меня давление сейчас уже 200 поднялось из-за того, что я не отдала маску. Маску одела, я вам объяснила, оборвалась. Нужно её при входе одевать. Всё, ничего не надо, я всё вставляю. Вы не убегайте. Я осматик, но я не нашу мать. В Англии нам разрешают. Среди нарушителей нашлись и такие, которые оспаривали законность составления протоколов. Один мужчина не стал подписывать документ. Его отказ был зафиксирован с помощью свидетелей. Самого нарушителя предупредили, что ему могут выписать в суде денежный штраф. На каком основании я буду подписывать протокол, потому что закон этого не существует. Для того, чтобы признать протокол законным, даже недавно Конституционный суд сказал о том, что достаточно фотофиксации и самого непосредственно протокола. Только за полчаса работы полиция выписала три протокола об административном правонарушении. На этом рейд не закончился. Антиковидный патруль прошёлся по другим торговым точкам нового города. И в продолжении темы. За Свияшском районе можно смело провести игру «Русский ниндзя». Право на участие в экстремальном проекте заслужила улица Октябрьская. При этом дорожка вдоль неё между Юнаткой и проезжей частью превратилась в театр абсурда. Кто же его действующие герои и чем они привлекли к себе особое внимание? Об этом в репортаже Эдуарда Истомина. Дорожка возле Юнатки сродни испытательному полигону. Минующий его удачно впору вешать медаль на грудь. Иначе же руки переломаешь, либо головой ударишься об столб. Тут и война без надобности. Иронизируют люди. Очень сложно, потому что есть заболевания суставов. И естественно надо как-то беречь их, чтобы не получилась травма. И не оказаться на больничной койке. Два раза сегодня я ходила деньги платить, два раза упала. И это самое пока шло. Там ноги сломаешь. Я пошла платить, рец, упала и руку себе повредила. Почти полгода не могла это самое. Альтернативного прохода для местных жителей нет. По единственной дорожке они ходят в торговый центр за продуктами, а ещё на остановку. Но путь чересчур тернист. А посему многие пешеходы нарушают дорожные правила. Нехорошее ощущение. Я прошлась не там, а вот где машины ездят. Почему? Потому что там нет дороги. Нарушила. Ну, не по своей вине. На Октябрьской можно смело менять рельефную карту. Здесь за считанные дни выросли снежные горы. Впору водить школьников на уроки географии. Однако и тут иронии хватает. Ведь неровности эти рукотворные. Это как раз тот самый случай, когда правая рука не ведает, что делает левая. Вначале одна служба чистит автомобильную дорогу. При этом снег сбрасывает на тротуар. Затем за работу Рьяна берётся другая служба. И тот же снег она сбрасывает, но уже на обочину дороги. Пока шли съёмки, городская служба выделила погрузчик. Однако и он начал перекидывать снег на дорогу. В мэрии сослались на то, что с самосвалами в городе напряжёнка. У города имеется 23 самосвала и специализированные снегопогрузчики. Этого глава города заявил, что недостаточно. Поэтому сегодня привлекается дополнительная самосвальная техника. Нанимается на стороне, так скажем, арендуется. В мэрии сказали, что погрузились в ситуацию на Октябрьской. А после обеда Дориемстрой даже прислал дворников для расчистки узкого места. Снимок с лопатами удался на славу. Но после него труженики дружно ретировались. Если люди, которые за это отвечают, не справляются своими обязанностями, они должны покинуть этот пост. Жители считают, что негоже подменять работу пиар-акциями. В качестве доказательства они снова сняли на телефон опасную дорожку. По ней также с трудом бредут пешеходы, а вот с лопатами никого нет. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Спасово-Изнесенский собор, аэропорт Ульяновск, музей «Симбирская фотография», торговый центр «Аквамол». Как появились эти знаковые сооружения Ульяновска? Кто их родитель, то есть кто стоял у Кульмана и решал, какими они предстанут перед нами? Ответы на эти вопросы в музее градостроительства и архитектура «Симбирско-Ульяновска». В честь 20-летнего юбилея здесь весь 2021 год работал выставочный проект «Размышления у Кульмана». Были представлены проекты известных ульяновских архитекторов. Читы Варюхиных, Капитонова, Владимирова, Фролова, Некрасова и других. Портреты авторов, кстати, тоже в экспозиции. История началась с того, что в прошлом году архитекторы Варюхины подарили нашему музею архитектурный кульман. Это чертежный прибор, так он называется во всем мире. И весь 20-й век на этом чертежном приборе архитекторы творили свои архитектурные проекты. Наш архитектурный прибор, наш кульман, это последний кульман в Ульяновске, в России, но и, наверное, в мире. Поскольку на сегодняшний день используют компьютерные системы, которые позволяют создавать совершенно уже по другим принципам архитектурные проекты. Подаренный кульман и задал тон всей выставки, став ее центральным экспонатом. Посетителям будет любопытно проследить, насколько точно воплотились задумки архитекторов. Что удалось вписать в заданную площадку, а что нет. Кстати, увидят они интересные неосуществленные проекты. Такие, как технопарк «Технокампус-2.0», музей художника фирмы «Фаберже» Василия Зуева в рабочем поселке Чердаклы. Выставка «Архитектурный эссе 20 лет 21 века» продлится до конца января. Ульяновской спортшколе «Юность» присвоен статус школы Олимпийского резерва. Спортсмены школы регулярно принимают участие в соревнованиях различных уровней. Тренеры подготовили 7 мастеров спорта России и 35 кандидатов в мастера спорта по плаванию. Есть и более высокие результаты. Любой спортивной школой – это мечта стать спортивной школой Олимпийского резерва. Это достаточно длительный процесс. Это нужно именно по олимпийскому виду спорта войти в олимпийскую сборную нашей страны. Непосредственно наша воспитанница Ариадна Фролова стала победителем призером первенства России. Замена третье место. Благодаря этому она нашла состав сборной России. Благодаря чему мы смогли приобрести такой статус. В школе работают тренеры высшей квалификационной категории. Плаванием в юности занимаются 650 детей. Большая часть ребят имеет спортивные и юношеские разряды. Занимаюсь этим видом спорта уже 11 лет. Выполнил на соревнованиях тревожек федерального округа в Саранске на короткой воде. Очень люблю эти дела, люблю этим заниматься и в дальнейшем хочу это продолжать. Высоких результатов спортсмены этой школы достигли также на соревнованиях в 2021 году. В Пинзе на Кубке России и в Волгограде на первенстве России среди юношек и девушек. В спортшколе юность также занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья и тоже занимают призовые места. За активную общественную позицию и профессионализм. В день российской печати лично глава города наградил и поблагодарил за работу наших коллег. Корреспондента Марину Тимофееву и оператора Михаила Державина. Вот она очередная награда в копилку нашего коллектива. Впереди еще много работы. Неформальное общение с главой города Дмитрием Вавилиным это подтверждает. У журналистов множество вопросов. От не самых удобных, например, от стройки на улице Клубной и до изменений в транспортной системе. В этом году мы начинаем перестраивать все светофоры. У нас все светофоры будут, если сейчас каждый работает сам по себе, все они будут работать в едином комплексе, все будут синхронизированы. В нашей идеологии трамвай, подъезжая к перекрестку, ему будет автоматом загораться зеленый свет, невзирая на то, что все другие встанут. Потому что трамвай в приоритете. Плюс введут штрафные санкции для маршрутных такси. Кто до сих пор не подключился ГЛОНАСС. Также планируется закупка электротранспорта. Поменяют облик и 11 улиц города. Уже в этом году на федерации останется лишь одна полоса движения, и стоянка там будет запрещена. А собственников зданий попросят преобразить фасады. Об этом и о многом другом вы узнаете в наших новостных сюжетах. Центр медицинской радиологии, расположенный в Димитровграде, на сегодняшний день самый передовой кластер в России. Могут ли ульяновцы стать его пациентами или получить консультацию у лучших онкологов страны. Об этом сегодня в программе «Тема дня» сразу после прогноза погоды. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, метель. Днем снег, местами метель. Ветер ночью южный, днем юго-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью по области минус 10, минус 15. В Ульяновске минус 11, минус 13. Завтра днем по области минус 7, минус 12. В Ульяновске минус 9, минус 11. На дорогах снежные заносы гололедица.